Все стипендианты добились высоких результатов в учебе, научных исследованиях или творчестве в самых разных областях. Например, Андрей Дебрин 4 года занимался изучением и разработкой возобновляемых источников энергии. Он считает, что будущее энергетики за ветряными и солнечными станциями и готов и дальше заниматься наукой. Получив стипендию имени Решетнева, лишний раз убеждаюсь в том, что я могу, могут мои коллеги чего-либо добиться, мы можем продвигать науку, за этим будущее. В день студента или Татьянин день, единственная Татьяна среди лауреатов именной стипендии изучает безопасность информационных технологий в Аэрокосмическом университете. Она уже получает президентскую стипендию, краевая награда тоже очень важна для нее, а 7 тысяч рублей в месяц лишними точно не будут. Второй курс магистратуры и вот в этот день такой морозно-солнечный и закрылась сессия и получила стипендию день Татьяны. Приятно, очень приятно. Как отметил губернатор края Виктор Толоконский, очень правильно, что стипендии именные и посвящены выдающимся людям, которые много сделали для развития края. Это, например, знаменитый художник Василий Суриков или писатель Виктор Астафьев. И вот так, с одной стороны, увековечить память выдающихся людей для Красноярского края и связать это с будущими открывателями чего-то нового, будущими лидерами в развитии нашего края. Я думаю, что это и великая традиция, и это очень сильное настоящее и будущее. А председатель законодательного собрания края Александр Ус подчеркнул, что 10 лет назад, создавая премию, власти края хотели добиться высоких темпов развития науки и образования в регионе. Все больше и больше талантливой инициативной молодежи идет дорогой знаний. А это означает, что цели, которые были поставлены по историческим меркам сравнительно недавно, в значительной степени уже достигнуты. И сегодня, вот глядя на ваши молодые, такие вдохновляющие лица, хочется сказать вам спасибо за то, что вы у нас есть. Всего за 10 лет общая сумма выплат по именным стипендиям составила более 32,5 миллионов рублей. И, скорее всего, в следующем году традиция будет продолжена, и десятки выдающихся студентов вновь получат подарки на Татьянин день. Андрей Стардым, Денис Тимошенко, Новости.